ОМПК. Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве трёхгорное. Трёхгорное. Пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спорт-ФМ представляет. Единственная программа о спорте номер один на радио. Дмитрий Дерунец, Нобеля Рустамян. 100% футбола. Спорт-ФМ с пяти до семи вечера. Друзья, привет! Это 100% футбола. Главная футбольная программа на главном спортивном радио страны. Огромное количество событий в мире спорта сейчас далеко не все. Если сказать, что большинство, увы, проходят с оттенком скандальности. И в данном случае футбол не во главе угла. И понятное дело, что мы на нашей радиостанции будем продолжать следить за ситуацией вокруг того, что творится с ВАДО, с российским допингом, с лёгкой атлетикой. Вообще вся эта ситуация, которая на контроле у руководителей государства сейчас. Топ-спорт. И, естественно, в центре нашего внимания, в центре внимания наших коллег будет, естественно, эта тема сегодня. Ну, а мы говорим о футболе. Футбол, который немножко ушёл в тень ввиду этих новостей. Но ни в коем случае мы о нём не забываем. Не так ли? Обращаюсь я к моему коллеге Нобиле Рустамяну. Да, да, да. Здравствуй, Дмитрий. Добрый вечер всем нашим радиослушателям. Мы снова в эфире. Мы говорим о самых важных событиях. Ну и самое важное событие на этой неделе, конечно, для российского футбола. Это товарищеский матч. Ну, в течение ближайшей недели в целом пройдут два матча. Первый из них пройдёт в Краснодаре. И сыграем мы со сборной командой Португалии. Наша команда уже благополучно вылетела и приземлилась в Краснодаре. И там квартирует уже завтра. Пройдут первые тренировки. Естественно, все подробности в эфире «100% футбола» мы с удовольствием вам предоставим. Завтра в 12 часов дня. Первая закрытая для средств массовой информации, подчеркну, закрытая тренировка. И потом общение футболистов. Четверг и в пятницу две открытые тренировки. И в субботу в 17.00 товарищеский матч «Россия-Португалия». Ну и что касается воскресенья, то ещё одна тренировка в Краснодаре. Вылет в Ростов-на-Дону. В понедельник тренировка на стадионе «Олимп-2». И уже 17 ноября во вторник товарищеская игра «Россия-Хорватия». Наши южные города ждут прекрасный матч с участием национальной команды. Ну и, конечно, мы все готовимся к тому, что мы увидим теперь нашу сборную в деле без какого-то давления с точки зрения результата. Это будут товарищеские матчи, но при этом товарищеские матчи, которые являются неотъемлемой частью подготовки к чемпионату Европы. Мы сейчас не закрываем год вот этими двумя расслабленными матчами, потому что мы, португальцы и хорваты, уже попали на Евро. Нет, мы уже сейчас начинаем подготовку к Евро. Согласны вы или нет, пишите. 5533 в начале слова «Спор» страничка 100% футбола ВКонтакте, само собой, тоже к вашим услугам. Мы вайбер ватсап 8925-22-22-93-2. 8925-22-22-93-2. Наш вопрос, который мы вам сегодня задаем. Надо ли требовать побед от сборной России в ближайших товарищеских матчах? Как вы считаете, необходимо ли нам ставить перед нашей национальной командой высшую цель победить? Ну, не то чтобы любой ценой, конечно, но все равно выходить с мыслью о победе. Или это реально в сложившихся условиях, когда есть напряженный график игр у лидеров сборной в своих клубах, есть возможность передохнуть, поэкспериментировать и не обращать внимания на результат. Ваше мнение. У нас с Нобелем мнения разошлись. На мой взгляд, такой цель должна быть в принципе всегда, но в данном случае вряд ли это является какой-то важнейшей задачей победить Хорватию и Португалию. Скорее, надо показать хороший, довольно качественный футбол для болельщиков в Краснодаре и Ростове. Но это не обязательно, не обязательно, не панацея от всех бед обыграть непременно сборную Португалии и Хорватии. Хотя победы всегда важны. Ну и вот такое вот мнение Нобеля. Голосуйте, если вы считаете, что не надо во что бы то ни стало требовать побед от сборной России в ближайших товарищеских матчах именно за моего коллегу. У меня мнение несколько иное. Мнение Дерунца. Давайте обратим внимание, мы провели очень неплохую победную кампанию. Обыграли Молдавию, Черногорию, Швецию, Люксембург, Лихтенштейн точнее. Но это все победы над командами, которые, три из них точно не поедут на чемпионат Европы. Четвертая пока что под вопросом. Австрийцам, которые из нашей группы выбрались, мы два матча проиграли. Мы давно не одерживали побед над классными командами. Победы над Португалией и Хорватией, участниками Евро, уже сейчас дадут нам необходимую уверенность в своих силах за полгода до старта чемпионата Европы. Надо побеждать, надо прививать себе победный менталитет. Ну что же, вот такой вот расклад наше мнение. Нужно ли требовать побед от сборной России в ближайших товарищеских матчах? Да или нет? Голосуйте. 75533 в начале слова спорт. СМС-портал. Страничка 100% футбола ВКонтакте. И в принципе, наша страничка ВКонтакте, где мы с удовольствием обсуждаем разные мнения, разные вопросы. Вам задаем сейчас, буквально после небольшой информационной паузы, уже конкретно с доводами, с аргументами, с вашими мнениями. Приступим к обсуждению этой важнейшей темы. В Москве прямо сейчас 6 баллов, движение затруднено. Основные проблемы, которые есть в городе. Бульварное кольцо, внешняя сторона, от улицы Воронцово поле до Нового Арбата, можно потерять 58 минут. Есть проблема на МКАД, внутренняя сторона, от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта, можно потерять 37 минут. Есть проблема также на Ломоносовском проспекте, там можно потерять около 25 минут. Сто процентов футбола с Дмитрием Дерунцом и Нобелем Арустамяном. Позволь мне, Дмитрий, сейчас чуть-чуть свою мысль раскрыть. С удовольствием, с твоего позволения. Понятно, что для любой команды самая главная победа в любом матче. Хотя вот мы знаем вариант, например, в чемпионате России, где Спартак все же нацелен больше на хорошую игру. Так, по крайней мере, говорят часто. Ну, что-то смеешься. Об этом многие говорят. Конечно, есть она. Сейчас моментами. Периодически бывало в начале сезона. Возможно, в данном случае, в случае с матчами товарищескими против Португалии и Хорватии, не обязательно ставить цель непременно победить португальцев и хорватов. Там 1-0, с пенальти там. А что тогда ставить целью? Ставить цель, во-первых, как бы это ни звучало банально, показать футбол, который обрадует краснодарскую и ростовскую публику. Это важный момент. Во-вторых, все же Слуцкий слишком мало работает со сборными. Мне кажется, эти матчи, возможно, Слуцкому узнать лучший игровой потенциал. Это ведь не просто так он вызвал столько неожиданных, ну, для него фамилий. Согласитесь, мы ведь не ждали там, ну, при Слуцком ни Семенова, ни Новосельцева, ни Игнатьева, которого тоже совсем недавно вызвали в сборную России. Там есть 3-4 фамилии совершенно новые для Слуцкого в последних 2-3 месяцев. Поэтому это нормальная ситуация, когда можно сыграть именно по-разному. По-разному. Не так, что вот надо непременно выиграть 1-0 Португалии. Это не матч смерти, это обычный товарищеский матч. Единственное, что не простят болельщики, это опустошенных глаз. Вот этого быть не должно. Я вообще, исходя из своего мнения, и почему говорю, что необходимо ставить именно цель победить, мы же не видели в исполнении команды Слуцкого, за исключением моментов в игре с Молдавией, какого-то антифутбола. Мы забивали много Лихтенштейну по понятным причинам. Мы довольно уверенно сыграли с командой Черногории. Мы неплохо сыграли с командой Швеции в первом тайме. Второй тайме, вот прямо уж на отбой, не скажу, там была тактическая такая серьезная борьба. И, откровенно говоря, все те фамилии, которые ты перечислил, да, для команды Слуцкого они новые. Но во многом они приглашены, эти самые люди, сюда, потому что есть проблема с обоймой основной. И мы знаем, что целый ряд футболистов не будет участвовать. Но даже если они появятся на поле, как раз таки и во многом поэтому я настаиваю на том, что побеждать просто необходимо. Тот же Игнатьев, тот же Юсупов, если им дадут возможность зацепиться за свой шанс в стартовом составе либо против Португалии, либо против Хорватии, грызь землю должны для того, чтобы отличиться в полузащите голевой или передачей, организовывать ли атаки или забить мяч. Все это обязано присутствовать. Командное желание победить должно складываться из желания победить отдельных сверхмотивированных футболистов. А такие, как раз те, которые ты перечислил, в составе есть. Именно поэтому нам необходимо ставить целью побеждать в эти матчи. Еще раз напомню, касательно, вот многие нам пишут здесь уже по поводу рейтинга FIFA. Нам он сейчас до определенной степени абсолютно, эти товарищеские матчи, вот тут вот победа для рейтинга FIFA нам не нужна. Следующий домашний чемпионат мира, и мы этими товарищескими матчами никаких плюсов себе не сделаем победами в них. Но, если мы сейчас начнем побеждать команды уровня Португалии и уровня Хорватии, мы гораздо легче будем готовы к чемпионату Европы. Никто не против того, чтобы мы их победили. Только за просто... Так вопрос, как ставить, понимаешь? Вот это... Вопрос ставить, да, давай будем. Вот я говорю о том, что Слудский должен мотивировать предельно команду, в каком бы стартовом составе она ни вышла. Потому что, если ты сейчас имеешь опыт победы на Португалии и Хорватии... Подожди, мотивация будет победить, кто же спорит с этим. Я говорю больше о том, чего нам ждать непременно от сборной победы, но я бы не ждал. Я бы ждал действительно чего-то нового от сборной России, хорошего, качественного футбола. Это важнее сейчас, чем победить Хорватии. Но подожди, неужели ты думаешь, что на чемпионате Европы мы будем играть в какой-то другой футбол, нежели тот, в который играли в отборочных матчах? Почему нет? То есть ты реально думаешь, что за эти полгода принципиально изменится система игры Слудского? Подожди. Ну, во-первых, Слудский работает со сборной совсем чуть-чуть. Пока что мы видим в сборной, это некоторая проекция того, что делает Слудский в ЦСКА. Ну, в принципе, и по схеме, и по игре. Я думаю, что... Совмещение продолжится. Я думаю, что состав сборной, он несколько шире, и Слудский будет его узнавать. А схема игры, неужели она несколько шире? Да, схема, есть же еще... Для бесспорных лидеров. Мощный и технологичный автомобиль теперь в обновленном образе. Инновационные технологии Ford обеспечивают одинаково комфортное вождение как в городе, так и за его пределами. Светодиодные LED-фары позволяют уверенно двигаться вперед в любое время и при любой погоде. Новый Ford Explorer. Когда лидерство — это призвание. Подробности у дилеров и на сайте Ford.ru. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы — 495. Российский хоккей — это не только суперзвезды. Наш хоккей — это еще и десятки клубов по всей стране, которые хоть и не борются за Мазякина и Радулова, но живут своей не менее интересной жизнью. Это Высшая Лига. Для Рустамяна, напоминаю вопрос, который мы вам сегодня задаем. Надо ли требовать побед от сборной России в ближайших товарищеских матчах? Какова, на ваш взгляд, должна быть мотивация нашей национальной команды? Насколько высока и серьезна она должна быть в играх против Португалии и Хорватии? Пишите нам, пожалуйста, вайбером. WhatsApp 8925-2222-93.2. Главное не победа, а выполнение установок тренера, мне кажется, пишет нам тренер Дмитрий. Скажите, пожалуйста, уверен, вы видели номинантов на звание лучшего гола года и просят ваше мнение на этот счет? Ну, я видел, я не все голы видел, потому что их было очень много. Там голы есть из чемпионата, которые я не смотрю, там много всяких разных. Там есть гол Тевиса, который я, собственно, прекрасно помню, забитый парми гол Месси, забитый Блибао, если не ошибаюсь. Ну да, я, конечно, ставлю его все-таки. Да, Месси, наверное, собственно, и выиграет, судя по всему, хотя и гол Тевиса был крутым, а по остальным мячам... На то они все крутые, там, естественно, раз они выбраны в этот уже заключительный шорт-мейст. Но Месси, наверное, выиграет. Вечер добрый, побеждать надо на Евро, а не смотреть, что проиграли два раза Австрии, и дать отдохнуть лидерам, кто играет в Лиге чемпионов, посмотреть ближайшую молодежь, Владимир считает. Владимир, ну вот не очень понятно, какой состав вы тогда видите для сборной России в игре с командой Португалии? Ну, понятное дело, что можно, наверное, дать по тайму сыграть вратарям. Здесь логично, здесь ничего нового. Но кто у нас выйдет в центре обороны? Кто у нас центральные защитники, которые вызваны сейчас? Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, трио из ЦСКА. Два из них очень много провели матчей за сборную страны. И остался Иван Новосельцев, который в последнее время часто играет на фланге обороны. И Андрей Семенов из Терека, который дважды играл уже при... А Биокапелло назвали. А Биокапелло два товарищеских матча и два раза привозил голы. Как раз из-под него они уверенно забивали. Сейчас Терек... И ровно была такая ситуация же, да, Терек. Чуть-чуть шел вперед, Семенов там выдвигался на лидирующие позиции. И сразу же казалось, что сейчас мы найдем нового центрального защитника, который на уровне сборной будет выглядеть неплохо, составит конкуренцию. Тут же все эти мысли, все эти идеи, ну, просто летели в тартарары. Потому что абсолютно было понятно, что Семенов в Тереке это один уровень, Семенов в уровне сборной это все-таки другой футболист. Да, это правда. Ну, то есть будет ли какой-то эксперимент? Скорее всего, выйдут в центре обороны Березуцкий и Игнашевич. Ну, вот здесь я не уверен. Потому что, мне кажется, уже Слуцкий хочет экспериментировать с этой линией в том числе. Потому что, мне кажется, Слуцкий понимает, что его карьера в сборной может продолжиться вплоть до чемпионата мира. И в этом контексте уже надо какие-то иметь альтернативы. И вот говорил много о Дмитрии Тарасове, но его нет сейчас. Он травмирует. Играть его нельзя, заигрывать его нельзя, смотреть его на этой позиции нельзя, потому что его нету. Роман Шишкин сейчас играл за локомотив, вынужденный на позицию центрального защитника. Но тоже не будут его туда отпекать. Нет, я думаю, что раз вызван Новосельцев, раз вызван Семенов, по-моему, там еще Васин в списке есть. Да, и Васин, я назвал его, конечно. Да, собственно, пять защитников центральных, по сути. Поэтому плюс травмирован Василий Березуцкий. Конечно. Ну вот мы говорим, вот как играть? Где вот те самые эксперименты? Мне кажется, все равно в центре обороны. Нет, я думаю, что будут эксперименты. Я думаю, что выйдет, возможно, кто-то из пары Новосельцев-Семенов, потому что они регулярно играют за свои команды, в отличие от Васина, который играет намного. Я думаю, что Васин, скорее всего, не выйдет, я так думаю. Думаю, что Игнашевич и Березуцкий условную игру с Португалией начнут, и кто-то из пары Новосельцев-Семенов, скорее Семенов-Краснодаре, а Новосельцев-Ростове, выйдет против Хорватии. Ну, это уже нюансы, это уже нюансы, мне кажется. Делаем паузу. И пауза, Дмитрий. Это очень важная информация для всех любителей, автолюбителей. Итак, в Москве сейчас 6 баллов по порталу Яндекс. Основные проблемы в Москве. Это большая якиманка. Между прочим, также есть проблема на шоссе энтузиаста традиционной. Там можно потерять 33 минуты на участке Третьего транспортного кольца до 1-й Владимирской улицы. Ну, на МКАД в обе стороны 6 баллов. Продолжается наш эфир. Вот мы смотрим на те линии, которые сейчас в составе сборной России. По поводу защитников сказали. Опять же, левый фланг. Юрий Жирков, Дмитрий Камбаров. Тоже, в общем, все понятно. Правый. Олег Кузьмин, Роман Шишкин. Ну, прямо скажем, экспериментов здесь минимум. Просто минимум. Ну как, вообще, надо понимать, что основной правозащитник сборной это Игорь Смольников. Конечно. Он травмирован. Его прекрасно заменил Олег Кузьмин и есть Шишкин. Шишкин прибавил эти полгода. Хотя у нас, в принципе, проблемы с правым защитником нет в стране. Их довольно много. Ну, в принципе, в каждой команде российская играет. Ну, кроме ЦСКА, может быть. Да и там есть Кирилл Набабкин, умеющий сыграть справа. Вот, поэтому посмотрим. Здесь, мне кажется, линия обороны будет достаточно стабильна. С каким-то временем, которое позволит сыграть Семенову и Новосельцеву. Что касается полузащиты и нападения. Ну, мы, наверное, вкупе вместе должны рассматривать эти две линии. Ну, наверняка, сходу, с первых минут Дзюба выйдет. Естественно, он сейчас вне конкуренции. Он лучший нападающий из страны. Ну, и Федор Смолов. Вот имеет ли смысл пробовать их вместе играть? Некий такой ультраатакующий состав, учитывая, что травмированный основной крайний полузащитник Шатов. Крайний нападающий. И Коколин тоже, кстати. Я думаю, что, собственно, Смолов довольно разносторонний футболист. Он может играть на разных позициях, в том числе инсайда. И, наверное, это рассматривает Слуцкий. Возможно, я бы такого не исключал. Но я думаю, что как раз-таки в качестве ударно-нападающего, именно ударного, Слуцкий уже давно остановился на фигуре Дзюбы. Вот здесь вряд ли будет ротаться. Я бы допустил, что Дзюба выйдет и сыграет мало нападающих. Нападающих мало просто. Их всего два номинальных на оба матча вызваны. При этом мы рассматриваем с тобой вариант, при котором Смолов может сыграть на фланге. Возможно, из-за такого малого количества один матч сыграет Дзюба. Или, допустим, ну там, матч, полтора матча, а Смолов сыграет меньше. В общем, вопросов есть. Продолжим обсуждать состав сборной. Ну и варианты, какие могут быть у нашего тренерского штаба уже после выпуска новостей. Реклама Встречайте Новый год в атмосфере роскоши и под звуки джаза в резиденции «Крымский Брис». Выступление группы «Дефас» и британского исполнителя «Лекстера». А также детская программа и презентация эксклюзивных блюд. С 31 декабря 2015 года по 10 января 2016. Подробности на крайме. Брис.ком. 6+. Автовладелец. Не тяни резину. Обой к себе свою машину. В «Авто 49» и «БиБи» низкие цены на автомобильные шины. Нашел дешевле? Получи 300% от разницы в цене. С 15 октября по 31 декабря. Акция в магазинах «Авто 49» и «БиБи». Подробности на «Авто49.ру». Ты не мыслишь жизнь без футбола? Атрибутика и сувениры ведущих европейских клубов и сборных на сайте www.socarshop.ru. При оформлении заказа укажи промокод «Радио» и получи скидку 5%. Интернет-магазин футбольной атрибутики «SockerShop.ru» ждет тебя. ООО «SockerShop.ru». Москва, бульвар генерала Карбышева, дом 5. ОГРН 104-779-606-5184. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас в салоне «Атлас Люкс» покупаю третью кухню. У них потрясные скидки. На мебель, технику, да еще столешница в подарок. Запомни адрес. Фабрика кухни «Атлас Люкс». В метро. Среда. Скажи выгоде «Да». В эту среду снижаем цены на два товара сразу. Один из них – чипсы «Лайз» в ассортименте. Упаковка 150 граммов. Всего 69 рублей 99 копеек. Артикул уточняйте по телефону 8800-700-1707. Количество товара ограничено. You and Metro. Вы и метро. Алло. Здравствуйте, это Полина. Ваш персональный менеджер в промсвязь банки. Авиабилеты забронированы. Консьержслужба планирует отдых. В аэропорту воспользуйтесь бизнес-залом. Спасибо. Столько привилегий бесплатно. Открывая вклад под 12%, вы становитесь участником программы премиального обслуживания «Оранж Премиум Клаб». Ставка для вложений свыше 2 миллионов рублей на 367 дней. Информация на psbank.ru. Пау Промсвязьбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 32-51. Стоматология Юнидент. Слушаю вас. У меня не хватает зубов. Какая из клиник Юнидент может мне помочь качественно и недорого? В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция. Совместно с производителем зубных Пастрокс. Два импланта по цене одного. 6-7-5-4-0. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 6-7-5-4-0. 6-7-5-4-0. Вот это жизнь. Из метро сразу в рай. Жилой квартал Лайфмитинская Экопарк. Квартиры с отделкой в зеленом районе, рядом с метро и парками. От 130 тысяч рублей за квадратный метр. Лайфмитинская Экопарк. Открытые продажи второй очереди. 641-35-35. Проектная декларация на ecodefismiting.pioner.ru Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Здравствуйте. 100% футбола. С Дмитрием Дерунцом и Нобелем Арустаменом на «Спорт.ФМ». 100% футбола. Дмитрий Дерунец, Нобел Арустамен. В центре нашего внимания. Сегодня национальная сборная игры «Россия-Португалия», «Россия-Хорватия». 14 ноября и 17 ноября. Как вы считаете, должны ли мы ставить во что бы то ни стало целью побеждать в этих матчах? Голосуйте на сайте sportfm.ru. Здесь, да, 56, нет, 44%. Ну и, конечно, на страничке «Спорт.ФМ» ВКонтакте. Здесь практически полное равенство после... То есть ты, Дмитрий, сейчас меня практически... Не могу сказать, что сильно переигрываю, потому что 53 на 47 в пользу твою на сайте ВКонтакте. Ну, бывает. Такое тоже. Давайте мы поговорим не только о российской сборной, которая очень любима нами, но еще и о других командах и сборных. Потому что, Дмитрий, чтобы ты понимал, впереди нас в ночь с 12 на 13 ждет один из самых увлекательных матчей в истории футбола. Ну, противостояние в истории футбола. Знаешь, кто с кем играет? Аргентина-Брасиль. Брасиль, да. Аргентина-Бразилия, друзья. Матч, который уже относится и к России, и к чемпионату мира в России. Аргентина-Бразилия. Вот ты будешь в 3 часа ночи будильник заводить, чтобы проснуться? Я вот не знаю. Может быть, не ложиться? Вообще. Или же действительно сразу после 100% футбола лечь спать и уже в 3 часа спокойно к огурцам ставить? Только не в 3, а я думаю, что без 15. В 3, пока чай заваришь себе вкусный, надо будет быть готовым к матчу. Или, может быть, бразильский блюд захочешь попробовать? Фасоль. Это фейжоа. Фасоль, фасоль. Да, например, да. В 3 часа ночи. Почему бы и нет? Или стейк аргентинский пожаришь в это время. Так, Аргентина-Бразилия. Что думают букмекеры на сей счет? Итак, я напомню, дорогие друзья, что букмекерская компания Винлайн на эту встречу дает следующие коэффициенты. На победу Аргентины коэффициент 2.38, на победу Бразилии 3.09, на ничью 3.28. Это, соответственно, коэффициенты от линии Винлайн. На то, что Бразилия в этом матче не проиграет в Аргентине, коэффициент 1.59 от компании Винлайн. Уильям Хилл дает на Аргентину коэффициент 2.30, на Бразилию 3.01. Ну а мы продолжаем обсуждать дела российские. У нас на связи наш замечательный полузащитник, футболист Александр Мостовой. Александр, здравствуйте. Да, добрый. Вот, вот, вот они наступают, товарищеские матчи. Когда-то боль, практически самая скука нашего футбола. Но вот теперь у нас соперники серьезной команды, Португалия и Хорватия. Вот как вы, вспоминая свою игродскую карьеру, как относились к товарищеским матчам? Ну, вы знаете, честно сказать, с большой радостью относился к этим товарищеским играм. Так же, как и мои, наверное, партнеры. Потому что... Алло, вы слышали? Да-да-да, конечно. А, во-первых, это исходило из того, что мы, ну, многие футболисты того времени играли за границей. И любой товарищеский матч, это была возможность встретиться вместе. Или там, если это игра в нашей стране, да, вернуться как бы на родину. Поэтому, конечно, с большим... С нетерпением ждали каждую товарищескую игру. Не взирая на соперника. Вот так я бы сказал. Ну, наверное, трудно сказать, что мотивация может быть сопоставима с матчами официальными. Или же бывают случаи, когда действительно товарищеские матчи очень важны. И футболисты это понимают. Ну, да. Здесь, наверное, соглашусь с вами, что такое двоякое, наверное, впечатление всегда было. Потому что зависимо, скорее всего, от ситуации, от соперника. Я говорю, у нас чаще всего были соперники довольно-таки такие сложные, да. Но исходя из того, что мы редко виделись, да, и часто играли там все за границей. Не в России же, поэтому как бы иногда, честно вам признаюсь, это уходило на второй плат какой-то. В реальности или там показать, или там сыграть здорово, знаете. Вот так. Португалия и Хорватия соперники с именем? Да, конечно, конечно, конечно. Вот вроде бы, да, на них должна быть хорошая мотивация. Как вы считаете, все-таки, но при этом напряженнейший график у лидеров сборной в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, да, во внутреннем первенстве. Как будут рассматриваться эти матчи? Все-таки как возможность действительно где-то дать молодежи сыграть, где-то много замен провести? Или реально это уже подготовка к Евро? Ну, если честно сказать, был бы я, как бы сказать, на месте тренера сегодняшнего, да, конечно, я бы эти две игры рассматривал как товарищеские, как товарищеские. Исходя из того, что действительно основные футболисты будут, ну, есть смысл проверить других ребят. Тем более есть много ребят, которые не играли за сборную в последних играх, когда они за сборную, да, например, тот же Смозлов, там же еще несколько фамилий. Они спокойно не могут играть, почему я говорил, что у нас выбор-то есть. Выбор есть. Ну, поглядим. Александр, спасибо, ваше мнение понятно, оно очень интересно, как всегда. Александр Мостовой, наш замечательный полузащитник, вот так вот, Нобель, где-то с тобой, наверное, соглашается, считая, что эти игры нужно позиционировать прежде всего как товарищеские и прежде всего дать возможность сыграть тем, кто ходил под основой сборной. Не то, что широкой обойме, не то, что совсем молодым, а тем, кто в первых рядах запаса. Итак, дорогие друзья, пробки в Москве прямо сейчас 6 баллов, движение затруднено, нам об этом сообщает Яндекс. Основные проблемы, которые есть в городе, третье транспортное кольцо, внутренняя страна, от Краснопрудной улицы до Нижегородской, можно потерять 42 минуты. Также есть проблемы, опять-таки, на трешке от Кутузского проспекта до Ленинградского проспекта, можно потерять 45 минут. Волоколамка стоит и стоит также шоссе энтузиастов. 100% футбола с Дмитрием Дерунцом и Нобелем Арустамяном. Мы возвращаемся в эфир, мы по-прежнему в эфире. Это 100% футбола, а главное, футбольная программа на главном спортивном радио страны. Нобел Арустамян, Дмитрий Дерунец. Обсуждаем ситуацию с нашей национальной командой. Александр Мостовой видит эти матчи прежде всего как товарищеские. Мы с тобой, Нобель, разбирали состав нашей команды и обратили внимание на количество нападающих. Очень мало. И вот здесь я, честно говоря, прихожу к мнению, что мне кажется, где-то Слуцкий и не совсем прав. Может быть, в такой ситуации, учитывая, что травмированы те люди, которые играют в нападении, их по-разному можно называть полузащитниками или нападающими, как Оринышатов, прежде всего, стабильные игроки основы. Мне кажется, не хватает полуза. Мне кажется, что даже не хватает Луценко, который сейчас вырос в качестве форварда. Луценко, конечно, любопытная фигура, но, мне кажется, у меня какое-то мнение уже есть сформированное. Ну, 20 минут. У Луценко человек забивал ворота ЦСКА. И не единожды. Я думаю, что ворота ЦСКА много-то забивал, да? Ну, и на глазах уже у главного тренера. Не повод вызывать сборную сразу же, моментально. Повод не моментально. И обращу внимание, конкретно из-за сложившейся ситуации. Да, вспомни, что случилось в этом туре. Дождь, но мы ругали Капелла. Кокорин, Шатов не готовы. Вместо него кто вызван? Вместо них двоих. Один Игнатьев. То есть, это позиция тренера. Нам понятно. Вот я задаюсь вопросом. Не стоило ли здесь где-то подозвать? Да, может быть, без особых шансов. Но все-таки, премировать лучшего бомбардира национального чемпионата первого круга? Ну, наверное, ты прав, Полуценко. Хотя мы ведь очень часто критиковали Капелла за то, что в последнее время, что он вызывает сборную много футболистов новых, разных. И мы, соответственно, их совершенно не знали. Да, ну, это правда. Там, условно, вызывался Чернов, который не сыграл ни на минуту СССР, вызывался сборной России. Понимаю, что ситуации разные, да? Но, тем не менее, такое тоже было. И по этой причине надо искать середину золотой. Все же новые футболисты вызваны в сборную. Ну, они вызваны, но давай попробуем смоделировать. Вот две игры, 180 минут. Приличная нагрузка в ноябре у наших футболистов. Артем Дзюба, хорошо, форвард основной. Федор Смолов правильно говорит мостовой. Он выходил, свой шанс получал в очень, так скажем, маленький отрезок времени. И, тем не менее, его реализовывал, да? Где-то все-таки забивал. Сейчас Смолов выйдет, наверное, как замена Дзюбе на позицию форварда. Как ты видишь эти края? Черышев? Ну, наверное, если не сейчас, то когда? Доказы, кстати, у нас интервью большое с отцом, с Дмитрием Черышевым будет в следующей части программы. Оставайтесь с нами по поводу как раз победы Севилья над Реалом, по поводу его взглядов на развитие карьеры Дениса Черышева. Пообщались мы с ним до начала эфира. Самедов тоже, да. Игнатьев заслужил. Ну, вот как вот будут? Кто у нас, получается... Нет, ну, я думаю, что как раз говоря о том, что кто сыграет, думаю, что из... Максимальное количество футболистов сыграет в этом матче. Максимальное. Ну, вот смотри, я вижу четверых, вот, крайних полузащитников. Ионов, Черышев, Самедов, Игнатьев. Все остальные это игроки группы Атаки. Но получается тогда, что... Дальше они будут играть инсайдов. Собственно, я не думаю, что Луцкий вот меняет схему 4-2-3-1. Ну, правильно. Схема инсайдов. Инсайдов, да. Вот 4 футболиста на подвесе, 2 позиции. Прекрасно, да, да. Соответственно, Дзюба и Смолов по полному матчу проведут? Правильная ли нагрузка для игроков команды, команд, которые борются за... Ты сейчас рассуждаешь, мне кажется, цифрами, да, правильно сыграет по матчу. Может, он сыграет по тайму. Тайм с Хорватии Дзюба, тайм с Хорватии Смолов, да, матч. Ну, просто нельзя сейчас делить. Может быть, Дзюба сыграет 60 минут там и 30 там. Ну, всякое может быть. Может быть, наоборот, Дзюба сыграет два полных матча, будет в хорошем состоянии. Это вопрос, который будет решаться конкретно на поле и на тренировках. Мы же знаем, как же будет с Дзюбой в ближайшую неделю по тренировок. Поэтому я бы по-другому вопрос ставил. Я бы сказал вопрос так, что мне кажется, что максимальное количество футболистов сыграют в этих двух матчах. Ну, и я бы, наверное, отметил, уже так резюмируя наш разговор о составе сборной, что конкретно на позициях крайних форвардов, чтобы об этом говорить, как уже о свершившемся факте. Мне кажется, пока очень далеко до этого. И я вообще допускаю, что этого не случится вообще. Более того, все разговоры в Казани говорили об обратном. Конечно, категорически исключали такой вариант. Я не знаю, может быть, за сутки что-то изменилось, но пока я не вижу предпосылок. Футбол такая вещь, может все очень быстро действительно поменяться. Да, Дмитрий, футбол... Как футбольный, давайте зачитаем мнение футбольных людей. Безусловно, наши слушатели, люди футбольные. Удачи нашим ребятам в ближайших играх. Мне кажется, Слуцкий уже знает, с кем поедет на Евро. Сейчас он будет проверять других ребят, которые, по его мнению, могут помочь сборной. А влияет ли результат на пассив при жеребьевке? Если нет, то главное проверить новичков. Обязательно ставить в основу Васина, Семенова, Юсупова и Игнатьева. Вот весной же надо будет наигрывать основу и побеждать, считает Павел. Не влияет результат, мы будем во второй корзине при жеребьевке. Это уже абсолютный факт. Все. Но ты уже выбираешь города, куда отправишься? У меня есть билет на матч в Ниццу. Я поэтому болею за то, что наши будут в группе Е. У меня есть билет на участников команды Е1-Е4. Хорошо. Вот, поэтому я болею за это. Я случайно выиграл ее. Вот обидно, если будет Е2. Наш сбор будет очень обидно, согласен. Денис пишет, Митрюшкина надо попробовать. Денис, ну вы знаете, учитывая, что у нас есть еще два вратаря, которые практически не получают игрового времени в национальной команде, думаю, что сейчас Антон Митрюшкин должен думать скорее о том, как пробиваться и идти в основу Спартака, нежели о сборной. Кстати, по поводу Митрюшкина, мне кажется, для Антонова был бы не самый плохой вариант данной ситуации, это аренда. Потому что, ну, вратарь такая история, когда ты должен играть регулярно и всегда. И вот здесь вот, как ты считаешь, интересен ли вариант Ростова? В смысле? Для аренды Митрюшкина. Дождя, Аслан Джанаев. Прекрасно, ну это же не значит, я тебе любой сейчас клуб назову, везде будет вратарь. Нет, ну просто если ты назовешь словно Анжи, который на 16 месте. Который уже взял одного вратаря Спартака в аренду. Да, то это да, Ростов на втором месте, сейчас смысл менять я не вижу. Но есть смысл, ну, конкуренция в Ростове на вратарской позиции для него. Но здесь конкуренция есть, я к тому, что ты должен играть Антон регулярно в каждом матче, для того, чтобы набираться опыта. Это нормально. В Спартаке видно и нормально, что делают ставку на Реброва. Он капитан, он лидер Спартака. Я не думаю, что Артема можно легко и состав вытеснить. Если Акинфеев будет в воротах, это бред, считает Леха Воронеж по поводу побед по-прежнему. Говорят у нас и в наших радиослушателях люди, которые считают, видимо, пропущенные мячи и матчи с пропущенными мячами в Лиге Чемпионов для Игоря Акинфеева. Но хорватам и португальцам спрашивают, нужно ли это самим побеждать, какие у них составы. Я скажу вам пока, давайте за сборную Португалии, потому что это все-таки ближайший соперник, вполне себе серьезные составы. И еще раз скажу, в отличие от нашей команды, у португальцев очень разнообразная линия нападения, где есть люди из далеко не самых известных клубов, которые играют на высоком уровне в Европе, но, тем не менее, очень перспективные. А что касается известных имен, то здесь и Руй Патрисио Вратарь, здесь и Бруно Алвеш, помним мы его, здесь и Луишнету, здесь и Пепе, здесь два игрока из Саутгемптона, Жосе Фонте из Седрик, здесь Виеринья из Вольфсбурга, Рафаэл, Геррейро из Лорьяно. Полузащитники, легендарный Андре Андре из Порту, безусловно, так что очень серьезный, я скажу, Ау Маутиньо, конечно, Вильям Карвальо, Спортинг сейчас в лидерах в чемпионате Португалии, так что, конечно, нет Кришляну Роналду, нету, может быть, какой-то одной-двух персон топ-уровня в чемпионате Португалии, но уверен, что, безусловно, у португальцев будет высочайшая мотивация в этом матче. У португальцев будет мотивация, хотя я не думаю, что португальцы в этой встрече будут биться на смерть за победу. Мотивация будет сыграть хорошо, это да. Геннадий Красно-Белый Солнцев, Слуцкий, даже если поставит задачу победить, то не сможет, защита слаба. Редкий случай, когда не согласен с Нобелем, победы важны, это позитив, уверенность и тонус, тем более соперники классные. Вот тут, кстати, правильно ты вещь сказал, Нобель, еще по поводу мотивации португальцев. Очень серьезная мотивация и мотивировать наших на победу будут родные трибуны. Конечно, вот эти два матча. Но я говорю, в Краснодаре и Ростове, я просто представляю, какой ажиотаж сейчас в Ростове, например. Это впервые сборная будет там играть, по-моему. Конечно, впервые. Конечно. Это событие, историческое событие. Ну, играла вторая сборная со знаменитым голом Сапогова, как вы помните. И там был тоже полный стадион, между прочим, второй сборной. Нет, здесь уже все билеты проданы, и, конечно, они должны погнать трибуну наших вперед. Я думаю, что играть как-то спустя рукава не получится у нашей команды. И я верю в то, что тот состав, который выставит Леонид Слуцкий, безусловно, будет сверхмотивирован. А эти победы помогут, так пока еще потенциальные, помогут нашим в уверенности в своих силах в преддверии уже непосредственно матча чемпионата Европы и встреч весны. Пробки, дорогие друзья. Ситуация в городе ухудшается. Семь баллов. Серьезные пробки. Стоит сейчас Садовое кольцо. Внешняя сторона от Николаевской улицы. Там, соответственно, пробка аж на целый час. Есть проблема на шоссе энтузиастов. Есть проблема на Волоколамском шоссе. Есть проблема на МКАД. От шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА С ДМИТРИЕМ ДЕРУНЦОМ И НОБИЛЕМ АРУСТАМЯНОМ Друзья, у нас буквально две минуты еще по этой части эфира. Обязательно проанонсируйте то, что услышите в следующем части. Эксклюзивное интервью Дмитрия Черышева. Мы связались с ним до начала эфира и поговорили о победе, легендарной победе Сивилии над Мадридским Реалом, о будущем его сына, о том, как справляется с адаптацией Евгений Коноплянко, один из лидеров клуба уже на данную секунду. Так что об этом мы поговорим. Естественно, заглянем в главные матчи европейского уикенда. Подведем итоги. Италия, Испания, Германия. Везде прошли классические знаковые дерби. Везде надо об этом поговорить и рассмотреть ситуацию в турнирной таблице после определенной части уже чемпионата. Конечно же, поговорим о футболе национальной лиге. Топовый матч прошел между Томью и Факелом. И здесь есть серьезные расклады изменений в турнирной таблице. Тоже перенесемся в наши города. И поговорим о том, каким сложным будет этот заключительный ноябрьский отрезок. Ну и в завершение этого часа давай, наверное, скажем о молодежной сборной. Подопечный Дмитрия Хамухи уже в Краснодаре и готовится к игре с Фарерскими островами. И вот как раз Антон Митрюшкин там. И я думаю, что в молодежной сборной он будет первым номером в любом случае. Помимо него вызваны Игорь Обухов и Александр Селихов. Вот, кстати, конкурент, который имеет постоянное место в основе клуба «Приверлиги». Да, Александр Селихов из Пермского Амкара. Защитник Вячеслав Караваев, Евгений Кирисов, Виталий Лыццов. Сплошь Караваев, Лыццов, это наши легионеры. Михаил Меркулов, Иркутский Байкал, обращаем внимание. Джамалдин Хаджиниязов в Дании играет. Никита Чернов, Василий Черов, Денис Якуба. Полузащитники Дмитрий Баринов, Сергей Макаров, Алексей Миранчук, Алексей Гасилин, Александр Головин, Аяз Гулиев, Константин Савичев, Михаил Земсков, Владислав Левин, Александр Ташаев и два нападающих Андрей Панюков и Рамиль Шейдаев. Спонсор рубрики «Зао МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». ГАЛС – интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-халс.ру Алло. Здравствуйте, это Полина, ваш персональный менеджер в промсвязь банки. Авиабилеты забронированы, консьержслужба планирует отдых. В аэропорту воспользуйтесь бизнес-залом. Спасибо. Столько привилегий бесплатно. Открывая вклад под 12%, вы становитесь участником программы премиального обслуживания «Оранж Премиум Клаб». Ставка для вложений свыше 2 миллионов рублей на 367 дней. Информация на psbank.ru. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 3251. Ты не мыслишь жизнь без футбола? Атрибутика и сувениры ведущих европейских клубов и сборных на сайте www.soccershop.ru. При оформлении заказа укажи промокод «Радио» и получи скидку 5%. Интернет-магазин футбольной атрибутики «soccershop.ru» ждет тебя. О, «soccershop.ru». Москва. Бульвар. Генерал Карпышево. Дом 5. Украин 104-779-606-51-84. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Сто лет в истории спорта на «Спорт.ФМ». 1930 год. В СССР появляется новый род войск – воздушный десант. А в Ленинграде зажигаются огни первого светофора. Американский астроном Клайд Тамбо открывает Плутон. А население земного шара достигает 2 миллиардов человек. А в это время. На волнах Атлантического океана качается пароход «Конте-Верде». На его борту европейские футболисты – судей и президент FIFA Жюль Риме. Они направляются в Уругвай, где состоится первый в истории чемпионат мира по футболу. Две недели в июле 30-го потрясли мир спорта. Несмотря на неважное выступление европейских команд на турнире, сразу несколько стран Старого Света заявили, что тоже хотят провести такое мероприятие. Да поскорее. Цикл был установлен длительностью в 4 года. И по сей день футбольное безумие захлёстывает планету с такой же периодичностью. Кстати, тогда, в 30-м, чемпионами мира стали хозяева турнира – уругвайцы. Знаете ли вы? Когда смотришь записи с тренировок боксёров, особое впечатление всегда производят упражнения, в которых спортсмен будто сражается с невидимым противником. Он точно так же, как и в настоящем поединке, работает ногами, уклоняется от ударов, проводит обманные движения и бьёт. Такой вид тренировки называется «бой с тенью». Проводят его обычно в начале занятия, чтобы размять участвующие в боксёрских движениях мышцы. Ещё «бой с тенью» помогает поймать боевой ритм и понять, какой компонент особенно нуждается в проработке. Лучший фехтовальщик на свете не должен опасаться второго лучшего фехтовальщика. Бояться нужно невежды, который ни разу не держал шпаги в руках. Он делает не то, чего от него ожидают. И поэтому знаток перед ним... Вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трёхгорное». «Трёхгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. «Спорт-ФМ» представляет. Единственная программа о спорте номер один на радио. Дмитрий Дерунец, Нобеля Рустамян. Сто процентов футбола. «Спорт-ФМ» с пяти до семи вечера. Невероятный сто процентов футбола с самим Нобелем Рустамяном. И немножко с Дмитрием Дерунецом. У нас сейчас в эфире уже второй час. Нобель, привет тебе еще раз. Да, Дмитрий, здравствуй. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Второй час. Как же первый мимолетно пролетел? Столько интересной информации было получено в частности от тебя. И в частности от наших болельщиков, которые продолжают писать на смс-портал 5533 в начале слова «Спорт», на вайбер-вотсап, наше приложение 89252222932 и, конечно же, страничка 100% футбола ВКонтакте. Как всегда, второй час – это что, Нобель? Скажи, как постоянный участник эфиров. Это европейский футбол, ты прав абсолютно. Я вижу по твоим глазам, что ты это и хотел сказать. Нет, просто я пытаюсь понять, настолько у нас разноплановый эфир и второй час, в частности, он столько в себя вмещает, и европейский футбол, и разнообразные интервью, и дискуссию, и полемику, и игры разнообразные. Я запутался, Дмитрий. Второй час – это и есть футбол, второй час на Спорт.ФМ. Согласен. И в этот самый футбол Севилья обыграла Мадридский Реал со счетом 3-2. Вообще, вокруг Мадридского Реала после этого поражения сразу все, как коршуны, словно ждали этого поражения. Вот Рафаэля Бенетти, это же первый. Неуспех, правильно? Бывает. Всегда бывает. Первый не успех, потому что Лиге чемпионов все хорошо. Соответственно, прошел уже в следующий раунд стадию плей-офф Мадридский Реал во главе с Рафаэлем Бенитосом. И вот оно, то самое поражение во внутреннем первенстве, которое уже готовы не простить хулители Мадридского Реала. Но в какой игре это... Кто-кто-кто? Хулители. Хорошо. Вот. Я думал, хулио какой-нибудь не готов простить. Он ему как раз-таки абсолютно готов простить все и всегда. Так вот, что касается игры. Напомню, Сергио Рамос отличился на 22-й минуте. Затем Чиро Имобили, Эвер Банега и Фернандо Йоренте забили три гола в ворота. Команды Сливочный Хамес Родригес. Один мяч отыграл 3-2. Прекрасная победа в зрелищном матче для Севилья, которая остается на 10-й строчке. А Мадридский Реал на втором месте. Мы связались перед началом эфира с одним из тренеров футбольного клуба «Севилья» Дмитрием Черышевым. И, конечно, с ним подробно поговорили и подготовили для вас как раз несколько таких записей его речи. Итак, вот что говорит Черышев Дмитрий о настроении подготовки клуба именно к игре с Мадридским Реалом. Прямая речь обыграть команду соперников, ищем их слабые, сильные качества. Ну, это практически с любой командой. Единственное, только вы, наверное, должны понять одну вещь, что Реал Мадрид – это команда элита. И настраиваться на нее, это намного проще настраивать ребят на такой матч, чем на какие-то другие матчи. Поэтому ребята были полностью сконцентрированы игрой и готовы. И за счет мобильности, желания и самоотдачи ребята, конечно, победили. Да, вот такие слова у Дмитрия Черышева как раз по поводу самодачи. Нобеля, ты сам игру наблюдал же наверняка. Нет, Дмитрий, я вот время был в эфире. Канал «Наш футбол», программа «90 минут» была, я поэтому не мог наблюдать в деталях за этой встречей. Но потом, естественно, как футбольный человек посмотрел обзор. Ну вот я переключал с тебя на футбол и таким образом чуть-чуть. Естественно, ты предпочел футбол, это логично. Вот, поэтому, конечно, игра была классная и Севилья удивила. На твой взгляд, вот сейчас все накинулись уже и пишут нам, кстати, на вайбере поклонники мадридского Реала. Да, я болельщик Реала, но меня раздражает игра Криштиану Роналду в поистине важных матчах. Когда это закончится, неужели я только один-то вижу? Давно идет из Реала. Станислав, Аляска. Мы завтра утром обязательно в суде. Аляска? Я знаю другого человека с прозвищем Аляска. Но его зовут не Станислав. Я тоже знаю нескольких Алясок, и они оба не Станислава. Вот, что касается... Я знаю одного. А я двоих. Вот, что касается Криштиана Роналду, то тут фильм про него, между прочим, да. Вчера был в бабочке Криштиану Роналду, смокинг. Да, представил, так что у него все хорошо. По поводу Криштиана Роналду давайте уже после небольшой паузы, а сейчас перед ней еще послушаем слова Дмитрия Черышева. Собственно, тех задачах, которые стоят перед Севилией, потому что, напомню, команда на 10-м месте только идет. Мы сыграли только 11 туров, а их 38. Задача обязательно у нас стоит Лига Чемпионов или Европа Лига. Поэтому здесь еще досталось 28 туров. Поэтому нужно потихонечку идти своим шагом, уверенным шагом, настраиваться на следующую игру. Все, порадовались, обыграли Реал Мадрид. Все здорово, все хорошо. Но дальше у нас другие игры. Дальше у нас опять Лига Чемпионов надо обыгрывать. Ювентус, поэтому мы будем готовиться к каждому матчу по очереди. Лига, значит Лига. Кубок, значит Кубок. Лига Чемпионов, значит Лига Чемпионов. И к каждому матчу мы будем отстраиваться на чисто процессов. Видимо, Черышев Старший посчитал, что уже Боруссия обыгран на Мехе Гладбахе. Теперь время обыграть Ювентус. На самом деле прав. Прав, как всегда, наш уважаемый специалист. Потому что у Севилия прекрасный шанс выйти из группы. После таких слов о Ювентусе я не исключаю, что Нобель сейчас зачтет дорожную информацию на улицах Севилья. Послушаем. Нет, Дмитрий, в Севилии пробок нет. Пробки есть в Москве 7 баллов. Они серьезные по сообщениям Яндекса. Проблема, которая есть в городе, это Киевское шоссе. Также стоит Волгоградский проспект от улицы Плалыхина до Люблинской. Там можно потерять 58 минут. Такая точность аптекарская по сути. Дальше есть проблемы на Международном шоссе, на Ленинградское шоссе. От парковочной зоны до Юбилейного проспекта можно потерять 33 минуты. Но МК в обе стороны 8 баллов. 100% футбола с Дмитрием Дерунцом и Нобелем Арустамяном на Спорт.ФМ Продолжается наш эфир и продолжаем мы говорить об испанском футболе. Топ-матч Севилья-Реал-Мадрид. Победа Севилья со счетом 3-2. Станислав не видит Криштиану Роналду с точки зрения хорошей. Пожалуйста, пишет еще один болельщик. Черышев-младший слил план Реала папе. Тот самый красно-белый прапор считает. Напомню, Дениса не было в заявке на эту игру. Уж не знаю по каким причинам. Но мы, естественно, не могли отцу не задать вопрос. Итак, что же думает Дмитрий Черышев о Денисе Черышеве и о его будущем в Мадридском Реале? У него только начало карьеры. Парень хотел уйти в другой команду летом. Его не отпустили. Просто-напросто не отпустили. Сейчас будет в январе, в декабре, когда начнутся переходы. Это переходной период, естественно. Я думаю, что он будет рассматривать любой вариант. Потому что он хочет играть. Он хочет поехать на чемпионат Европы. Денис в прошлом году сыграл очень хорошо. Я доказал, что он игрок очень высокого уровня. Поэтому я думаю, что он в декабре месяце или в аренду, или его продадут. Вот так вот. Все по делу, все то, что мы и говорим. И напомню, что сейчас уже прокомментировал ситуацию сам Денис Черышев. Он сказал, что моя позиция проста. Получать игровую практику. Сейчас в Реале с этим, к сожалению, проблемы. Поэтому буду думать, что делать дальше. Но вариант с переездом в РФПЛ я не рассматриваю. Потому что считаю, если есть шансы играть в Европе, надо им пользоваться. Так что вот такие вот дела у Дениса Черышева. Ждем мы зимы и ждем информации о его трансфере или аренде в другой клуб. Что касается ситуации с Мадридским Реалом, вот так подводя итогами разговора о Реале, я, в принципе, конечно, скептически отношусь к Рафаэлю Бенитусу как главному тренеру такого клуба. В данный момент его развития карьеры. Но гнобить его после первого поражения, мне кажется, глупо. Да, наверное, ты в этой ситуации, как всегда, Дмитрий прав. Тем временем, дорогие друзья, у нас... Тем временем Сивили все-таки еще разок послушаем своего разрешения Дмитрия Черышева. Я вообще бы, если честно, включил бы это интервью и слушал бы целый час. Мы запишем его тебе в твой прекрасный телефонный аппарат. Сейчас современные функции позволяют тебе переслушивать и цитировать потом Дмитрия Черышева. Давайте послушаем, что же он говорит об одном из лидеров команды, Евгении Коноплянки, который сделал аж две голевые передачи. Которого Льоренда назвал русским, кстати говоря. Ну, я думаю, что эту тему сейчас мы опустим. Мы опустим, да, ну ладно. Скажу я вам так. В городе относятся что к Жене, что к любому футболисту Сивили очень хорошо. К любому абсолютно. То, что Женька отыграл хорошо, это молодец. Он начинает потихонечку адаптироваться. Уже донатации проходят практически на последнем рубеже, как правильно говорить. Есть какие-то определенные штрихи, которые он должен улучшить. Повысить свое мастерство в этом плане. В общем, Женька использовал матчи, допустим, с Реал Мадридом и против Манхестер Сити. В других некоторых матчах свои сильные качества, которые нужны команде. Вот такие вот слова от одного из тренеров Сивили, Дмитрия Черышева, по поводу Евгения Коноплянки, украинского лидера Сивили, который действительно сейчас будет потихоньку тащить команду вперед. Да, будет тащить, в этом мы не сомневаемся. Он уже в хорошей форме, уже имеет хорошую испанскую прессу. Вообще его мечта, как мы все знаем, перейти в Барселону. Он об этом не раз говорил. Ну а, между прочим, уже скоро совсем Эль Классику. Кстати говоря, через две недели на Сантьяго Бернабеу. Матч, мочище. Игра между Мадридским Реалом и Каталунской Барселоной. Напомню, сейчас ситуация после 11 туров в турнирной таблице знакома. Всем болельщикам Барселона первая, 27 очков. Реал Мадрид второй, 24 очка. И, конечно, проигрывать Реалу в Эль Классику не стоит. Атлетику на третьем месте, 23 балла. Сельта 21, Вильяриал 20, Айбар 19, Валенсия 18, Атлетик Бельбао 17. Депортиво и Севиле по 15, как и Бетис. Солистам. Море плюс горы, плюс дача, плюс охота и рыбалка. А еще плюс Volkswagen Amarok. Итого всего 1 750 000 рублей. Только с 1 октября по 31 декабря 2015 года. Амарок по специальной цене. От 1 750 000 рублей и оригинальные аксессуары на сумму до 210 000 рублей в подарок. Volkswagen Amarok. Неизменно хорош в любое время года и на любых дорогах. Предложение ограничено. Подробности уточняйте у официальных дилеров. Volkswagen. Das Auto. Телефон рекламной службы Sport FM. 620-46-64. Код Москвы 495. Российский хоккей – это не только суперзвезды. Наш хоккей – это еще и десятки клубов по всей стране, которые хоть и не борются за Мазякина и Радулова, но живут своей не менее интересной жизнью. Это Высшая Лига. Управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов расскажет нам, как идут дела в его хозяйстве. Сегодня с 9 вечера. Слушайте в программе ТОП-спорт. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА С ДМИТРИЕМ ДЕРУНЦОМ И НОБИЛЕМ АРУСТАМЯНОМ Продолжаем наш эфир. Вот прекрасное СМС на Вайбере. А я вчера летел из Мадрида с Денисом Черышевым. Удачи ему. Логично. Он летел в Москву, дабы, соответственно, попасть в сборную России. Ну и у нас одно настроение, одна надежда, что сборная ему настроение добавит, и он сыграет как можно больше в этих двух товарищеских матчах. Как обещали, в этой четверти говорим о Германии. Нобиль, вопрос к тебе. Ты сказал, и твои слова были растиражированы многими средствами массовой информации по поводу такого инсайда, что, мол, дортмундская Барусия проявляет предметный интерес к Олегу Шатову. Я тебе объясню, собственно, только тебе, а всем нашим радиослушателям. У Олега Шатова контракт заканчивается следующим летом. 30 июня следующего года. Уже совсем скоро. Да-да-да, Дмитрий. 2016-го. Да, не удивляйся. В следующем году Шатовый контракт заканчивается. Олега футболист, который очень хочет играть в Европе. Это факт. И, собственно, так как он может летом достаться бесплатно многим европейским командам, соответственно, к нему такой предметный интерес. Не потому, что за него Барусия готова платить 15 миллионов евро. К сожалению, пока это не так. Но такой футболист довольно молодой, довольно талантливый и сильный. Бесплатно это, знаешь, встречается редко. Поэтому, естественно, у Барусии есть предметный интерес к нему. Есть также еще и у других команд. Говорят, ну я слышал, не знаю, правда ли это про Вольсбург. Есть, говорят, варианты в Италии. Но, в общем, это не столь принципиально. Игрок сборной, игрок молодой, игрок, играющий хорошо в Лиге Чемпионов. Бесплатно он интересен всем командам. Но есть уже момент, во-первых, Зенита, который ему предлагает новый контракт. И, соответственно, очень настойчиво это делает. И момент, думаю, что морального отношения Шатова к Зениту. Я не думаю, что Олег захочет вот так. Так, знаешь, уходить из Зенита, бросая все. Либо какой-то компромисс будет найден с Зенитом, если там уйти только в европейский клуб за какую-то сумму при новом подписании контракта. Либо, я думаю, что как-то... Ну я не верю, что Олег... Это мое личное мнение. Это уже не инцит, это мое личное мнение. Олег уйдет из Зенита просто так, для того, чтобы, не знаю, вот так сбежать, ну, в таком смысле слова, в Европу. Поэтому, что будет компромисс найти. Мы будем обсуждать эту тему, она очень важна для развития одного из лидеров российского футбола. Факт очень приятный, мне кажется, что им интересуется. Также интересуются Кокориным, это уже ни для кого не секрет. Дзагоев давно фигурирует в разных списках. Дзюба еще забьет пару мячей в Лиге Чемпионов. Тоже будет фигурировать как игрок, из-за которого готов платить деньги, а не бесплатно забирать. Поэтому это круто. И в этом плане евро во Франции, он может стать как евро в Австрии и Швейцарии. Вспомни, что было тогда, в восьмом году. Четыре или пять футболистов уехали в Англию в течение, там, года. В Англию, в Германию еще по Гребняк поехал. Это было важно для нашего футбола. Сейчас, возможно, будет то же самое. Само собой, давай по Олегу Шатова. Как раз про Олега Шатова спросим у нашего коллеги, эксперта по немецкому футболу Сергея Курманова. Сереж, да, привет тебе. Ну вот, короткий вопрос по Олегу Шатова. Ты, как человек, который постоянно смотрит Германию, видишь его в составе Дортмундской Баруси? Кому он будет конкурент? Я полагаю, что если в итоге он появится в Баруси, то, скажем, на месте одна на Юнузае, которая, возможно, поедет по окончании аренды обратно в Манчестер Юн. Это, честно говоря, пока я не вижу ему места на поле в Баруси. Но кто знает, если сумеет он прогрессировать за оставшиеся полгода, если сумеет себя показать на чемпионате Европы, то, вероятно, интерес предмет не перерастет и в Трансфер. Почему нет? Ну вот, как раз еще вопрос, кого ему надо вытеснить из состава после небольшой паузы. Итак, дорогие друзья, у нас пробки. Тем временем в Москве 7 баллов. Серьезные затруднения в столице. Основные проблемы, которые есть. Волгоградский проспект стоит от улицы Туалыхина до Люблинской. Там можно потерять 55 минут. Также есть проблемы на Международном шоссе, есть проблемы на Садовом кольце. В обе стороны 9 баллов. Также стоит трешка. 10 баллов внешняя сторона. 100% футбола. С Дмитрием Терунцом и Нобелем Арустамяном на Спорт.ФМ. Продолжаем у нас на связи наш коллега-эксперт по немецкому футболу Сергей Курманов. Так, Сереж, вопрос сразу два. Задам еще раз. Кого надо условно Мушатову, условно вытеснить из состава Дортмундской Боруссии, вот если брать нынешний сезон? И как тебе в целом игра Дортмундской Боруссии в дерби и удалось ли дерби? Ну, касаемо Шатова, не факт, что придется кого-то вытеснять. Все-таки травмы достаточно часто преследуют Боруссию. Вот, например, проблемы со здоровьем опять испытывает Марка Ройс. Если брать тройку под нападающим, а мы именно эту позицию рассматриваем, эти три позиции, то, пожалуй, наиболее уязвимой выглядит позиция Синди Кагавы. Другое дело, что Кагава, может быть, уступает по классу им Хитаряну и Ройсу. Он не уступает им в одном. Это в работоспособности. И если Кагава в хорошей форме, то он для команды незаменим. Так что, если рассматривать Олега Шатова конкурентом кому-то из этих трех футболистов, то, скорее всего, именно Кагаве. Что же касается дерби, дерби, безумеет, удалось. И матч получился крайне интересным и далеко не самым односторонним. Я об этом говорил, когда приходилось общаться касаемо русского дерби. Другое дело, что, ой, ах, Шарки пока не способен реальную конкуренцию навязывать такой команде, как по Руссии. Но, опять-таки, это связано с тем, что, во-первых, очень уж модный состав у Герезенкиркенцев. Во-вторых, есть серьезные проблемы в обороне, и матч с Баруссией это очень четко показал. Ну и вот теперь выясняется у нас, что Бавария, Баруссия и все остальные. Баруссия вообще с кем будет бороться, на той взгляд? Уже отрывы от первого и от третьего места есть. Вообще, за что Баруссия собирается бороться? За лигу чемпионов, безусловно. Я бы сказал так, что сейчас есть Бавария, определенное расстояние чуть ниже, есть Баруссия и все остальные, поскольку даже в фарватере Баруссии, которая является сейчас главным условным догоняющим Баварии, немногие могут держаться. У Вольфорга проблемы, у Байера поражение в предыдущем туре от Кёльна. Но есть лишь только одно обстоятельство, которое может позволить другим командам догнать Баруссию. Это травмы ключевых футболистов и платформы. Такие вещи вполне объяснимы, такие вещи могут произойти спокойно, потому что Баруссия играет и в Лиге Европы, Баруссия играет и в чемпионате, и причем играет не самой широкой ротацией. Сереж, спасибо большое. Время у нас не слишком много сегодня обсуждать совсем уж тонкость немецкого футбола. Сергей Курманов, наш коллега, эксперт по немецкому футболу. В следующей четверти часа говорим об ФНЛ. Реклама Автовладелец. Не тяни резину, а бой к зиме свою машину. В Авто 49 и БиБи низкие цены на автомобильные шины. Нашел дешевле? Получи 300% от разницы в цене. С 15 октября по 31 декабря. Акция в магазинах Авто 49 и БиБи. Подробности на авто49.ру Международный автовокзал работает для вас ежедневно. Так, так, а поподробнее? Удобный заезд с Амкада, огромная парковка, рядом торговый комплекс. Отлично! Международный автовокзал Южные Ворота. 19-й километром КАД. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас в салоне Атлас Люкс покупаю третью кухню. У них потрясные скидки. На мебель, технику, да еще столешница в подарок. Запомни адрес. Фабрика кухни Атлас Люкс. В «Метро» среда скажи выгоде «Да». Для тех, кто хочет большее за меньшее. Невероятные цены каждую среду. Узнайте, какой сюрприз мы подготовили в эту среду по телефону 8 800 700 177. You and Metro. Вы и «Метро». Как быстро растет город. Помню, в детстве гонял на велосипеде по Сокольникам. Это была окраина. Скоро. И новая Москва расцветет. Купите квартиру в Новой Москве заранее. Жилой комплекс комфорт-класса «Белая звезда». 8 495 120 05 85. Проектная декларация на белаязвезда.ру Алло. Здравствуйте, это Полина. Ваш персональный менеджер в промсвязь банки. Авиабилеты забронированы. Консьерж службы планирует отдых. В аэропорту воспользуйтесь бизнес-залом. Спасибо. Столько привилегий бесплатно. Открывая вклад под 12%, вы становитесь участником программы премиального обслуживания «Оранж Премиум Клаб». Ставка для вложений свыше 2 миллионов рублей на 367 дней. Информация на psbank.ru. Пау Промсвязь банк. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 3251. Нешипованные шины Бриджстоун Близзак ВРХ и шипованные Близзак Спайк 01 гарантируют отличное сцепление на зимней дороге. Шины – единственная часть вашего автомобиля, которая находится в контакте с дорогой. С шинами Бриджстоун вы держите ситуацию под контролем. Создано для вашей безопасности. При покупке шин Бриджстоун. Шиномонтаж в подарок. В сети магазинов «Авторусь». Телефон 8495-531-2525. Для отношений, которые могут длиться вечно. Пакет «Навсегда» от онлайн. Интерактивное ТВ. Интернет и домашняя телефония всего за 333 рубля в месяц. Подключите пакет «Навсегда» за 333 рубля, и цена не изменится. Онлайн. Хочу навсегда. Подробности об условиях акции на онлайн.ру и по телефону 8-800-707-8200. Подключение услуг по акции «Пакет «Навсегда» до 30 ноября 2015 года при технической возможности. Два градуса тепла, пасмурно и небольшой дождь. Сто процентов футбола с Дмитрием Дерунцом и Нобелем Арустамяном. Дорогие друзья, мы продолжаем сто процентов футбола на «Спорт.ФМ». Дмитрий Дерунец и Нобелем Арустамян в студии. И по традиции сейчас поговорим о предстоящих матчах, которые нас ждут. Игра «Сингапур-Япония». Те интересует эта игра чемпионат мира от будущей турниров Азии? Ну, если не она, то какая может интересовать? Ну, разве что Бразилия-Аргентина, но уже во вторую очередь. Да, но в следующий раз мы поговорим о матче «Сингапур-Япония». Все же сборная «Сингапура» при всем том, что страна-то выдающаяся, как ты знаешь. Ты знаешь про «Сингапур-Японию»? В футболе пока успехи не столь велики у сингапурцев. Но есть, есть европейский футбол и есть, конечно же, огромное количество товарищеских матчей. И мы вчера говорили о матче «Россия-Португалия». Но нас же, Дмитрий, еще ждет в пятницу, а между прочим, пятница будет тринадцатая, на всякий-то случай, матч «Франция-Германия». «Франция-Германия» – классика европейского футбола. Вот что думает букмекер на сей счет. Компания «Винлайн» дает на Францию коэффициент 2.39, на «Германию 2.97, на ничью 3.29». Это все линии от компании «Винлайн». На то, что в этом матче будет так называемым пробит «Тотал» больше двух с половиной мячей, «Винлайн» дает 2.02 коэффициент. Ну и «Б-365» на Францию коэффициент пониже, 2.30, на «Германию 2.92». Ну а мы двигаемся дальше, и сейчас переходим к делам футбольной национальной лиги. И очередной тур позади, и впереди сразу четыре матча, которые уложатся в короткий отрезок в 14 дней. В турнирной таблице дела интересны. «Газовик» лидер «Томь» вторая, и на третьем месте «Тульский арсенал». И у нас на связи главный тренер «Туляков» Виктор Булатов. Виктор Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас приветствовать. Поздравляем с тяжелой победой над клубом «Зенит-2». И здесь в этом матче произошел действительно необычный эпизод. У соперника вышел на поле в качестве запасного вратарь. Вы как тренер видели ли когда-нибудь такое? И вообще... Вас это не смутило? Все же вы играете официальный турнир, это ФНЛ, и тут выходит вратарь в поле. Это как-то не вызвало разочарования? Не, ну, конечно, в моей практике, насколько я помню, это первый случай произошел. Конечно, так было непривычно. Но все мысли во время матча о собственной команде и были все мысли, как удержать победу. Удержать победу в итоге удалось. Вы по-прежнему держитесь и в группе лидеров. Вот сейчас уже, глядя назад, 20 туров позади, 20 матчей, больше половины чемпионата. Все складывается так, как и ожидали с точки зрения игры вашей команды. Ну, учитывая, что 15 июня приступил к работе, 11 июня чемпионат стартовал, мало было времени на подготовку, а у нас команда больше, чем наполовину обновилась, и в основе играет только 4-5 футболистов из того года. Поэтому, как бы, то, что я и предполагал, что будет в нестабильности, как игровая, так и в функциональном состоянии, потому что ребята в разном состоянии приехали, кто-то сбора не проходил. Поэтому вот игра наша, и отсюда результаты были нестабильны. Но в целом, как бы, я доволен тем, что и ребята сражаются, и все-таки мы идем в группе лидеров, и вся борьба впереди. Потрясающая тульская атмосфера запомнилась в прошлом году всей премьер-лиге. И, как бы, тем не менее, мы не говорили о том, что, конечно, болельщики где-то внутренне были готовы, что с таким составом команде придется сделать вновь шаг назад. Вот этот сезон, есть ли у вас, скажем так, с болельщиками то единение, то понимание каких-то проблем, которые возникают у команды? Ну, такое ощущение, что есть. Я очень благодарен болельщикам, которые с пониманием относятся ко всем нашим проблемам. Проблемы есть. Поэтому какое-то единение есть, да, и приходили они на базу нас поддержать на тренировке Арсенала. Постоянно баннеры от них в нашу поддержку. Поэтому только благодарности. Если говорить о грядущих турах, сейчас в короткий отрезок, буквально в 14 дней 4 тура, и вам играть не только с аутсайдерами Торпеда Армавира и Тосна, но и Том и Газовик у вас будут с ближайших соперников. Вот два вопроса. Физически вы готовы и рады, или наоборот, что две встречи с лидерами предстоят еще в этом году? Ну, это мы уже заранее знали. Как бы здесь радоваться или огорчаться нет смысла. Календарь был известен еще перед началом чемпионата. И сейчас, конечно, 4 игры – это непростой отрезок. Тем более, 3 из этих 4 у нас предстоят на выезде. Плюс заканчиваем 29 ноября в Оренбурге, где погода будет уже, наверное, может и минус 10, минус 15 быть. Поэтому, конечно, каждая игра будет непростая. И Тосна с Армавиром бьются за выживание, будет у них запредельная мотивация. Но Томск и Газовик – это наши прямые конкуренции. Поэтому все матчи, каждый матч будет очень непростой. И так последний матч будет, как битва. Как вы оцените обойму вашей команды? Хватает ли вам футболистов на такой энергозатратный график? Количественно, да. Я думаю, что хватит. Сейчас зима впереди. Будете ли думать, будете ли ставить вопрос о каком-то качественном усилении? Ну, здесь надо после чемпионата встретиться с руководством. И чтобы они подтвердили свои задачи, это выход премьер-либо. Если все будет так, как было перед сезоном, и они подтвердят финансирование на должном уровне, то, конечно, усиление требуется. Виктор Геннадьевич, спасибо большое. Желаем вам успеха в этом непростом отрезке. Чтобы Арсенал по-прежнему отличался от всех других команд своим лицом, своей живинкой, своими болельщиками. В том числе главный тренер Тульского Арсенала Виктор Булатов. Только что на прямой связи со студией 100% футбола. Пробки московские. По-прежнему 7 баллов. Столица шоссе энтузиастов. Там всегда, собственно, пробки, как и сегодня вечером. Печальная ситуация на трешке. Внешняя сторона 10 баллов, внутренняя 9. Садовое кольцо в обе стороны 9 баллов. МКАД в обе стороны 8 баллов. Бульварное кольцо в обе стороны 9 баллов. Также стоит Большая Пироговская улица. И стоит проспект мира. Сто процентов футбола с Дмитрием Дерунцом и Нобелем Арустамяном на Спорт. Продолжают нам сыпать от вопросами в WhatsApp на наш номер. И вот, в частности, по поводу Бердыева спрашивают. Раз вы говорите на Спорт.ФМ, значит, информация 100%. Нет, мы ссылаемся на источник, источник чемпионат.ком, очень авторитетная СМИ. Но, друзья, насколько я знаю, пока это все же немножко, ну, не стопроцентная информация, скажем так. Я проанонсирую немножко, в следующий четверть часа Нобеля мы отпустим по важным делам уже. Или нет, тем не менее, останется он с нами. Это очень приятно. И вместе с нами тогда поучаствовать в беседе с нашим корреспондентом Ильдаром Раймановым, который в Казани находится. И, по крайней мере, о настроениях в городе постараемся узнать. Вот я был в Казани, Дмитрий, можно я расскажу с твоего разрешения? Я был в Казани два дня назад. Был там два дня, субботу и воскресенье. После обеда вернулся в Москву. После матча, собственно. Обед уже был московский. Ну, так вот, я скажу следующее, что никто не говорил о кандидатуре Бердыева. Говорят о другом специалисте, который, да, заменит, с сожалению, Валерия Чалова. Ну, вот давай так, вопрос. На сколько процентов твоя вероятность, что Валерий Чалов не будет главным тренером весной? 19%. Нет, ну, есть вероятность, что он может остаться до лета, например, если будет долго искать тренера. Но я думаю, что Валерию Чалову заявили, сказали, что вряд ли он может полагать, что его назначают в долгу, там, на год, два, три. Это логично, это понятно. Рубин ищет тренера. Говорят иностранцы. Бердыев, он вроде подходит с одной стороны, но с другой стороны, есть силы, которые не хотят возвращать Бердыева в Рубин. Поэтому я не знаю, все быстро меняется в нашем мире. Может быть, собственно, сегодня уже эта информация прошла. Ну, и я бы сказал, что не забывайте очень неприятные акценты и аспекты, скажем, ухода Бердыева из Казани. Там скандал был серьезный. Да, его, в общем, наверное, где-то в казанских, в татарцанских традициях решили особо не раздувать. И, в общем, расстались полюбовно, мирно. Но отголоски слышны до сих пор. О Рубине подробнее в следующей четверти. Много вопросов, как всегда, из Воронежа. Какая сборная? Какой европейский футбол? Вы видели факел из Воронежа? Молодые парни, игравшие ранее во втором дивизионе, собирают уже не менее 16 тысяч зрителей на стадионе. Трансляцию из Томска смотрели более 40 тысяч зрителей онлайн. Зачем в РФПЛ Мордовия, Динамо, Амкар, Локомотив, Томмит и т.д? Для кого они играют? Друзья из Воронежа, мы, конечно, очень ценим вас, но давайте все-таки не будем другие регионы перекидывать. Мы тоже все с удовольствием поприветствуем факел в Премьер-лиге, и не единственное, что мы об этом говорили. Вот в воскресенье мороз минус 3 ожидается не менее 20 тысяч на игре факела. Кто народная команда России напомнит? Вообще, Дим, я надеюсь, мы с тобой как-нибудь найдем время и отправимся в Воронеж. Ну, я же был вот сейчас этим летом в Воронеже, буквально на несколько часов, правда. Я-то не был, поэтому, я думаю, нам стоит выбрать день, матч. Да, и отправиться в Воронеж. Почему бы нет? Абсолютно с тобой согласен, и надеюсь, что будет. Это, кстати, ну, я думаю, что будут поводы. В предпоследнем туре ФНЛ в Туле, правда, играет Арсенал факел. Я думаю, что в этом матче многое может решаться. Может быть, стыковые матчи для факела все-таки будут. Отмечу, что действительно... Ты слишком... Я думал, ты уже хочешь ближайшее будущее обсудить. А, а ты уже... Я мыслю, да, категориями. Да, напомню, что факел «Газовик» между собой. 15 ноября в воскресенье в 18.00 игра. Действительно, лидер приезжает в Воронеж. Я уверен, что будет прекрасная атмосфера. Это мы говорим о футболе Национальной лиге. Другие матчи ближайшего тура. Байкал-Том, Сибирь-Тюмень. Сокол-СКА-Энергия. КамАЗ-Волгарь. «Спартак-2» — «Шинник». «Торпеда», «Армавир», «Арсенал». «Зенит-2» — «Тосно». Что творится с «Зенитом» — это особая история. Действительно, выпускать вратаря на замену — это целое дело. И это в клубе с таким-то именем, как «Зенит», пусть и во второй команде. «Балтика», «Енисей», «Волга». Подробности на сайте megafon.ru Твоя команда, твой спорт, твой чемпионат. Чемпионат.ком. Ведущая спортивная интернет СМИ России. Чемпионат. Главное слово в спорте. По данным «Лайв-интернет» за сентябрь 2015-го. Категория 18+. Телефон рекламной службы «Спорт.ТМ». 620-46-64. Код Москвы — 495. До начала программы «Топспорт» осталось 15 минут. 100% футбола с Дмитрием Дерунцом и Нобелем Арустамяном. Продолжаем еще четверть часа вместе с вами. Нобелем Арустамян, Дмитрий Дерунец. 100% футбола. И у нас на связи наш корреспондент в Казани, Ильдар Райманов. Ильдар, привет. Привет, Нобелем. Привет, Дмитрий. Ну, вот такой вопрос. Все-таки сейчас. Слухи слухами. Но это интересно, что мыслят, в принципе, в Казани о Курбане Бердыеве, о его персоне. Насколько, на твой взгляд, с позитивом воспримут его пока что очень потенциальное, очень маловероятное возвращение? Ну, действительно, возвращение очень потенциальное, вы верно говорите. И, как ни странно, разделился лагерь еще в момент, когда Бердыев уходил. Лагерь разделился на 50% примерно тех, кто был рад уходу Бердыева, и 50% тех, кто стрел. Как ни странно, повторяюсь. Многие, очень многие хотят видеть Бердыева, особенно с теми результатами, которые он показывает в Ростове. Все сравнивают с Ростовом на втором месте, на третьем. Рубин на 10-й буквально выигрался после последней победы на открытии Месоветов. Но есть эксперты и спортивные журналисты, и те же болельщики, которые, честно говоря, устали от той манеры футбола, той манеры игры, которую показывал Рубин Бердыева, и хотели новой крови. Новой крови не случилось на самом деле. Да, Рубин стал играть более остро, но результата, результатов нет. И здесь идет сфор, либо результаты, которые показывал Бердыев, либо интересный футбол, который временами показывала команда Белядинова. Ну, команда Чалова еще, на мой взгляд, особо ничего не показала. Есть ли вообще понимание, что если вдруг Бердыев вернется, то ведь под него нужно серьезно менять команду? Согласен, согласен. Бердыев, конечно же, будет пристраивать команду. Конечно же, он опять будет подтягивать в себя своих футболистов, которых он тнул в свое время в Ростов из Рубина. Конечно же, будет сложно, поскольку новый Рубин, он молодой Рубин. Это Эльмир Надеуллин, это Иустинов, это молодые футболисты, которые действительно воспитанники местной школы. Что будет с ними, непонятно. И опять-таки, вот те, кто против возвращения Бердыева, они говорят, нам нужен наш Рубин, наш молодой, давайте дадим шанс нашим парням. Пусть не сразу, но они выстрелят. И вот у довода есть и у тех, и у других. И можно согласиться как с теми, так и с другими. Ильдар, спасибо. Будем ждать сообщений с берегов реки как Волги, так и Казанки. Ильдар Райманов, наш корреспондент в замечательном городе Казань, о том, как потенциально могут воспринять возвращение Курбана Бердыева в Казанский Рубин. Видим, что не все однозначно. Я думаю, что все понятно. К сожалению, очевидно, что есть два лагеря, об этом говорил наш коллега. Это первое. И второе, не менее важное, что эта информация пока не стопроцентная. Я не уверен, что Бердыев будет в Рубине. Не уверен. Тем более, если руководство Ростовской области сумеет как-то мотивировать Курбан Бекеича, даже не его лично, а игроков, и дать понять, что будущее возможно в этом городе и в этой команде, то почему бы Бердыеву не остаться? Тем более, есть и другой вариант. Бердыеву интерес привлевают разные команды не из Казани. Что ты мне удивляешься? Сестра, имя. Что? Сестра, имя, говорю. Говори имена. Нет. Почему есть имя? Ты можешь каждый месяц разные названия команд вокруг Бердыева слышать. Недавно заявили, я читал, что «Зенит» присматривается, «Локомотив» в свое время до «Черевченко». Сейчас с «Локомотивом» все хорошо. У кого дела плохо, те все присматриваются к Бердыеву. Но пока в столичном клубе он шанса так и не получил поработать. Московская «Динамо». Мы же не знаем, что судьба сделает с «Московской «Динамо». Это непредсказуемая команда. Вдруг завтра снова появится спонсор, готовый выделить там... Возродить легендарное имя. Возродить имя и кого захотят видеть. Кто его знает, действительно. Несколько минут у нас еще вместе с вами. СМС-портал 5533 в начале слова «Спорт». Не тебе знать, что такое «Динамо» московское. Знаю, догадываюсь, слышал. Вайбер, ватсап, 8925222293.2. Тут болельщик у нас, оказывается, действительно живет на Аляске, по крайней мере. Именно это он и... На Аляске? Да-да-да-да, оттуда нас слышат. Дмитрий Нобель, хорошего эфира. Подскажите, выпустят ли «Зенит-2» в РФПЛ, если он займет первое-второе место, либо пройдет через теки. Нет, нет, еще раз нет. Ни «Спартак-2», ни «Зенит-2» в РФПЛ не окажутся. Пробки, друзья, 8 баллов. Ужасная ситуация в Москве, об этом сообщает портал «Яндекс.Пробки». Стоит Русаковская набережная, стоит Бульварное кольцо. Причем в обе стороны там 9 баллов. Катастрофа. Стоит улица... Волоколандское шоссе, извините. Стоит также Волгоградский проспект. В общем, на самом деле, лучше сейчас передвигаться на метро. Сто процентов футбола с Дмитрием Дерунцом и Нобелем Арустамяном на Спорт.ФМ. Ну и вот давай, наверное, в завершение нашего эфира еще зачитаем сообщения, которые приходили нам как раз на наше приложение. Россия не Испания, и биться должна в каждом матче на победу. Нашим нельзя тонус терять, иначе собраться не сможем. А вообще, какой толк от побед в товарниках? Помнится, выиграли у Италии в товарнике прямо перед чемпионатом Европы, а потом опозорились. Любой спортсмен должен играть на победу. У спортсмена одна мотивация победа. Если не стремится победить, мягко говоря, непрофессионально. Примерно как в Динамо сейчас. С Хорватии надо в ничью скатать, а вообще можно поэкспериментировать. Вот такие у нас слушатели. Ну а если подводить итоги уже опроса, да, надо ли требовать побед от сборной России в товарищеских матчах, то приблизительно 50 на 50. 48 на 52 в твою пользу на нашей страничке ВКонтакте. А если брать спортфм.ру, то 52 на 48 в мою. Так что, действительно, болельщики разделились. Будем надеяться, что Леониду Слуцкому удастся и тех, и тех удовлетворить, и побед добиться. И при этом пусть победные мячи забивают условно Артур Юсупов и Вадна Васильцев в Ростове. Да, в матче с Хорватией на последней минуте головой, да, и Владислав Игнатьев в Краснодаре. Давай, договорились. Думаю, что все будут только довольны, все будут только счастливы. Дорогие друзья, совсем скоро, как я говорил, матч товарищеский у сборных. Но не менее важны события, что в других конфедерациях будут уже матчи отборочного цикла чемпионата мира. И мы о них тоже будем говорить в течение этой недели. Вопросы по Италии есть, Нобель, об Италии мы завтра поговорим подробнее. Как сегодня говорили об Испании и Германии. Нобель Рустамин, Дмитрий Дерунец, 100% футбол. Сейчас встречайте наш коллег, топ-спорт. Будет зажигательным. Спонсор рубрики «Зао МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на «Преображенке». ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследия-халс.ру. На большие цели нужен большой кредит. Просто захотела и взяла? Просто кредит. Просто на все. Просто по низкой ставке. 16,4% годовых. «Локобанк». Банк простых решений. КВ «Локобанк». АУ. Генеральная лицензия. Глазам не верю. Это сон. Это жизнь. В жилом квартале «Лайфмитинская» «Экопарк». Квартиры с отделкой в экологически чистом районе. Рядом с метро и парками. От 130 тысяч рублей за квадратный метр. Вторая очередь в продаже. 641-35-35. Проектная декларация на «Экодефисмитина.пионер.ру». В метро. Среда. Скажи выгоде «Да». Для тех, кто хочет большее за меньшее. Невероятные цены каждую среду. Узнайте, какой сюрприз мы подготовили в эту среду по телефону 8 800 700 177. You and Metro. Вы и метро. Типичный москвич успевает за день свернуть горы и при этом держать финансы под контролем. Когда ты клиент правильного банка, ты можешь успеть все. Ведь офисы МКБ работают каждый день с 10 утра до 9 вечера. ОАО «Московский кредитный банк». От 16% годовых по потребительским кредитам, погашать которые можно через 5000 терминалов. 777-4-888. МКБ.ру. Не оферта. Эталон Инвест представляет. Блокбастер на рынке недвижимости. Золотая звезда. Для героев нашего времени. Жилой комплекс на проспекте Буденного. 15 минут от центра. Метро и парк рядом. От 120 тысяч рублей за метр. Золотая звезда. 4, 9, 5, 37 и 5 восьмерок. Поехали на декларацию на сайте эталонзвезда.ру. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Ритмы спорта на «Спорт.ФМ». Стадион «Арена Химки». Команда ПФК «ЦСК Москва». Песня «Красная армия» всех сильней. Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Ловец «Майк».